Всем привет! Сегодня мы обсудим удивительные изобретения, которые, возможно, уже в ближайшие годы станут не редкой диковинкой, а вещью, доступной каждому желающему. И начнём, конечно, с очков виртуальной реальности, но не от Apple. Недавно израильская компания Sideful представила первый в мире безэкранный ноутбук. Новинка получила название SpaceTop. Устройство помещается в корпус размером 11 дюймов. Оно оснащено модулем 5G, клавиатурой, чипом Snapdragon 865 и графическим процессором Adreno 650. Имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. Аккумулятора хватает на 5 часов автономной работы. А вот чтобы увидеть экран, понадобятся специальные очки, с помощью которых пользователь сможет увидеть изображение рабочего стола размером около 100 дюймов, куда получится одновременно вывести несколько десктопов и работать в мультирежиме. Для SpaceTop разработана особая операционная система. Глава компании Sideful подчёркивает, что речь идёт не о прототипе, не бета-версии, а о полноценном потребительском продукте. Что ещё нужно знать о бачках виртуальной реальности? Что это не просто штука, созданная для того, чтобы ваши дети или вы сами увлекательно провели вечер. Например, при помощи них моделируются ситуации, которые могут становиться триггером для пациента. Неважно, пациент борется с ПТСР или просто боится высоты, публичных выступлений, полётов или тесных помещений. В терапии, основанной на виртуальной реальности, виртуальный мир даёт шанс, контролируя ситуацию, справиться с реакцией пациентов. И при этом терапевт отслеживает все показатели и может прекратить сеанс, если что-то пойдёт не по плану. Ещё немного о медицине. Ни для кого не секрет, что уже много десятков лет роботы применяются в хирургии. Притом во многих сферах – от урологии и гинекологии до офтальмологии и трансплантации органов. Благодаря использованию роботов операции проводятся с точностью, меньшими разрезами, уменьшенной кровопотери. Роботы способны проводить действия через меньшие разрезы. А следовательно, пациент испытывает меньше боли и разрезы быстрее заживают. Благодаря этим методам сокращается продолжительность пребывания в больнице, сокращается потеря крови и вместе с этим необходимость переливания крови и использования обезболивающих препаратов. Такие роботизированные системы, как DaVinci или Versius, помогают не только сделать реабилитацию пациентов легче, но и уменьшить физическую нагрузку на хирургов. И если вы думаете, что экзоскелеты для людей, потерявших способность передвигаться на своих двоих, это выдумки из фантастических фильмов, доступные только для друзей Тони Старка, то вы сейчас удивитесь. В медицинских целях такие экзоскелеты, как Hybrid Assistive Flame, используются уже лет 10. Да, они массивнее, чем те, что показывают в кино. Но что вы скажете на это? В этом году шанхайский стартап HyperShell представила вниманию зрителей складной экзоскелет, который поможет пользователям увеличить их выносливость и уменьшить нагрузку на организм во время длительных походов на большие расстояния. Устройство для нижней части тела регулируется по размеру, чтобы соответствовать обхвату талии. Экзоскелет использует встроенный синхронный двигатель с постоянными магнитами, мощностью в одну лошадиную силу. В итоге путешественник ощущает меньшую нагрузку, легче бегает или карабкается. Омега поддерживает скорость бега до 20 км в час, обеспечивая запас хода до 25 км на одной зарядке. Экзоскелет оснащен специальными шарнирами, чтобы обеспечить плавное движение. Устройство работает в девяти различных режимах, включая ходьбу, бег, восхождение и езду на велосипеде. Механизм искусственного интеллекта предсказывает следующий шаг путешественника и плавно согласовывает вспомогательные выходные данные, обучаясь и адаптируясь с течением времени для более интуитивной работы. А для более длительных походов HyperShell добавляет к экзоскелету две батареи с литиевыми блоками питания, которые весят всего 400 грамм. В HyperShell считают, что в их экзоскелетах будут заинтересованы альпинисты, велосипедисты и бегуны, а также сотрудники поисково-спасательных бригад. Кстати о батареях. Не секрет, многое из того, что нас окружает, работает на электричестве. Не секрет и то, что своей популярностью электромобили обязаны постоянно увеличивающейся мощности батарей и уменьшению их размеров. И, возможно, одним из способов увеличить доступность. Но для многих все еще кажется сомнительным использование электрокаров. Мол, а вдруг он разрядится в самый неподходящий момент? Вопросом, как сделать зарядку электрокаров доступнее, задались в стартапе Ample. Они разработали и вовсю вводят в эксплуатацию станции для полностью автоматической замены батареи в электрических автомобилях. Замена батареи занимает 10 минут. Одна такая станция уже производит 100 замен в сутки, и их количество будет расти. Стартап начинает с 12 станций в штате Калифорния. Но как же, спросите вы? Ведь нет одинаковых батарей у разных фирм. Все так. Но и в стартапе не сидят дурачки. Они разработали модульные батареи, которые можно установить в любой автомобиль вместо аккумулятора. Электронику также спроектировали для работы с различными системами в автомобилях. И если что, стартап не сидит, рассчитывая на простое увеличение количества своих станций. Да, они уже получили грант для установки еще больше станций в Калифорнии и уже заключен договор на подобную сеть в Европе. Они также работают над сотрудничеством с производителями автомобилей, чтобы они продавали свои электрокары уже с модульными батареями вместо стандартных аккумуляторов. В Bay Area стартап сотрудничает с Uber. Специальная программа отправляет водителей для замены аккумуляторов к станции с наименьшей очередью из близлежащих. Вдобавок к экономии времени водителя на подобную дозаправку, компания гарантирует максимально возможное время использования одной батареи. Мало качественно хранить энергию. Ее надо еще и выработать. И таких проектов тоже достаточно. Про гидроэлектростанции говорить не будем, про них давно все знают. Сегодня мы расскажем вам про подводные станции M-Wave, которые, в отличие от конкурентов, спроектированы таким образом, чтобы не мешать судоходству. Подобные станции перерабатывают энергию морских волн в электроэнергию. Плюсом M-Wave также называют их устойчивость от повреждений во время сильных морских штормов. Планируется, что целые системы из мембранных устройств, установленные в прибрежных зонах на глубине 10 метров, помогут не только электрифицировать ранее недоступные острова или увеличить количество энергии, получаемой с помощью экологически чистых методов. Также M-Wave поможет обеспечить достаточным количеством энергии нефтегазовые морские платформы и оптимизировать работу морских ветряных генераторов. Еще один стартап Nova Innovation решил использовать энергию приливов для зарядки электрокаров. Мало того, что они разработали турбины, вырабатывающие электричество, используя приливные волны. Они в сотрудничестве с Tesla уже разработали зарядную станцию для подзарядки электрокаров и ввели ее в эксплуатацию. Осталось только масштабировать технологию, чтобы сделать использование электрических авто в разы экологичнее. Пока стартап сконцентрировал свое внимание на прибрежной зоне Новой Шотландии и Канады, но в их планах использовать свои технологии по всей Европе. А что насчет солнечной энергии? Да, солнечные батареи изобретены давно. Одна проблема. Они занимают так много места, иногда целые поля. Для производственных масштабов такое не совсем подходит. Да и мало решает проблему с необходимой подзарядкой тех же электрокаров или дронов. Но это в прошлом. В MIT уже изобрели сверхтонкие тканевые элементы для сбора солнечной энергии. И когда мы говорим сверхтонкие, мы то и имеем в виду. Ведь толщина элементов, непосредственно вырабатывающих энергию, меньше 0,05 мм. Если вы подумали, что главное их достоинство – это гораздо меньше размер, то подождите. Исследования показали, что подобные элементы оказались в 18 раз мощнее обычных элементов из расчета пропорции получаемого количества ватт энергии на килограмм конструкции. Ну и сами понимаете, диапазон применения подобных элементов очень широк. Мало того, что их можно использовать в плотно застроенных районах, так ими ещё можно покрывать машины, дроны, даже одежду из них можно шить. А там уже и розетки для зарядки телефонов могут отпасть за ненадобностью. Благо технология бесконтактной зарядки существует. В общем, думаем, вы поняли весь потенциал данного изобретения. А вот в канадской компании Bionic Power и не скрывают, что хотели бы помочь людям подзаряжать смартфоны от их собственного тела. И прежде чем вы начнёте качать головой и отказываться вживлять себе всякие чипы, это не понадобится. И это изобретение пока что нацелено только на военных. Чтобы им не пришлось носить с собой тяжёлые батареи, компания предлагает носить с собой мобильный электрогенератор PowerWalk. Он состоит из двух частей, которые прикрепляются на бедро и голень. Во время ходьбы, когда человек сгибает и разгибает ногу, обе части генератора смещаются и приводят в движение электромотор. А тот вырабатывает энергию, которые подзаряжают аккумулятор. Весит, правда, этот прибор 1,8 кг. Но, опять же, он не для нас, он для военных. Представитель компании Bionic Power утверждает, что при скорости 5 км в час PowerWalk может выдавать напряжение от 10 до 32 вольт и мощность до 10 Вт. Если спускаться быстро с холма, мощность увеличится до 25 Вт. Ещё одно интересное свойство устройства – это то, что он может быть переключён в режим экзоскелета и за счёт аккумуляторов будет помогать солдату при ходьбе. И ещё одно изобретение родом из Массачусетского технологического института. Кажется, они вдохновились тем, что Тони Старк якобы у них учился. Итак, гарнитура с рентгеновским зрением. На самом деле суперзрение скорее имитируется при помощи дополненной реальности и специальных меток, которые должны быть размещены на предметах. Гарнитура XAR использует RFID-метки для идентификации предметов и определения их расположения в пространстве. Эти данные наносятся на виртуальную карту и отображаются в виде отметок в очках, показывая человеку, куда ему нужно двигаться для поиска нужного предмета. Фактически система ничего не видит, но искусно имитирует зрение, создавая виртуальную карту расположения предметов в определённом месте. Предполагается, что использование гарнитуры XAR облегчит жизнь складским работникам. Так им будет проще искать необходимые коробки с деталями или товарами. Это можно расценивать как альтернативу автоматизации данной отрасли. Вместо загрузки в память роботов расположения товаров, люди-грузчики будут получать информацию об их местоположении в реальном времени. Точность позиционирования предмета составляет до 10 сантиметров. Точность обнаружения нужного объекта среди множества других – до 96%. Сегодня мы много говорим об экологии, об экологически чистых способах получать и использовать энергию. Но на этом защита экологии не заканчивается. Также многие компании и стартапы нацелены на банальное уменьшение отходов, будь то пища или текстиль. Кстати, об этом. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько ткани уходит на одежду для детей? В периоды роста бывает, что одни штаны или кофту ребенок наденет от силы пару раз, и все, одежда уже мала. Об этом задумался и авиационный инженер Райан Марио, когда у него родился племянник. Результатом этих размышлений стала одежда, которая растет вместе с ребенком. Недаром Райан в своем проекте ориентируется на космические технологии. Одежда из полиэстера способна сжиматься и растягиваться в зависимости от параметров тела. Вопреки ожиданиям, она приятная на ощупь и прекрасно дышит. Компания Петит Пли со временем расширила линейку одежды до взрослых моделей, тем самым облегчив жизнь и беременным женщинам. Ведь платье из такой ткани можно подстроить под изменения тела в зависимости от сроков беременности. Но и это еще не все. На сайте бренда можно найти поясные сумки, рюкзаки и другие аксессуары, объема которых нам часто не хватает. А тут они растягиваются. Не сумочка гермионы, но для начала пойдет. Согласны? И еще новости про одежду. А точнее, про такую популярную одежду, как джинсы. Их распространенность легко понять. Удобные, прочные, неприхотливые. Но при всем широком ассортименте джинс бывает, что мода вносит свои коррективы и очень сложно найти джинсы по фигуре. На такие случаи был изобретен специальный 3D-принтер. Да-да, теперь на 3D-принтере можно печатать не только пластмассовые фигурки или украшения. Запатентованный под названием Unspun, принтер позволяет печатать авторские джинсы, что упростит производство и поможет создавать идеально сидящие вещи по индивидуальным меркам. Экологичный момент тоже присутствует. При распечатке таких штанов отходов практически не будет. Сейчас многие опасаются, что роботы заберут работу у людей. Неважно, о чем вы говорите – о нейросетях, обрабатывающих фотографии или беспилотниках, доставляющих товары. Но обычно это не касается скучной и монотонной работы. Вот, например, первый в мире мобильный покрасочный робот Myro от сингапурского стартапа. Он программируется с обычного планшета. С помощью 15 датчиков имеет 360 градусов обзора, распознает людей, перед собой и в таком случае прекращает покраску. Обходит окна и двери стороной, ну а краску распыляет по стенам просто идеально. Производитель роботов посчитал, что с роботом покрасить стены получается в 10 раз быстрее. Он позволяет сократить на 80% в зависимости от рабочей силы, которой во многих странах часто не хватает. Но не все новые технологии призваны быть продуктивными или практичными. Иногда даже самые технологичные стартапы могут напомнить нам о важном, о том, что доступно одним и может быть совершенно непонятно другим. Это изобретение 2021 года. И тогда оно выиграло премию самого уникального изобретения года. Саундшот – это одежда, которая дает почувствовать музыку людям со слабым слухом. 16 микроприводов, встроенных в ткань в режиме реального времени, преобразуют музыку в вибрацию. Это своеобразный перевод звука на тактильный язык. Чтобы глухой человек смог почувствовать жужжание и колебания на коже, одной из основных задач дизайнеров стало расположение карты оркестра на одежде. Инструменты, издающие высокие звуки, разместили ближе к лицу. Низкие звуки, такие как контрабас и барабаны – в нижнюю часть рубашки. Только так, по мнению дизайнеров, человек сможет полностью погрузиться в музыкальную композицию. И может быть, это не то же самое, что действительно услышать композицию, но вы только посмотрите на эти восторженные лица. И напоследок мы оставили самое вкусное. То, что можно было годами наблюдать в фантастических фильмах, и теперь кажется близким как никогда. А именно – летающее такси. Да, если посмотреть все примеры на данный момент, это, конечно, не машина Корбина Далласа, а скорее гибрид вертолета и самолета. Но все же это будущее, которое уже наступило. Что Uber, который вовсю работает над масштабированием и увеличением своего парка, что и Hank 216, еще не распространены повсеместно. Но двухместный и Hank 216 уже вовсю совершает тестовые полеты в 15 городах Китая и в Европе. Даже получил разрешение на полеты в США. И да, это беспилотник, просто грузоподъемностью 260 кг, который отвезет вас куда-нибудь, куда можно добраться за 21 минуту на скорости до 130 км в час. А что вы хотели? Это городское такси, а не междугородний автобус. Надеемся, вы узнали сегодня что-то новое и немножко удивились. До встречи в новых видео!